Всем привет! С вами Хамидова Елизавета и эта рубрика «Это интересно!» Из этого выпуска вы узнаете об исполнителях, под музыку которых зажигали наши родители на дискотеках. В 80-й группа Bad Boys Blue была супер популярна. Музыканты гастролировали по всему миру. Однако после смерти одного из солистов, Эндрю Томаса, в 2009 году все изменилось. Кевин Маккой решил продолжить сольную карьеру. Кевин, как вам Россия? Конечно, я люблю Россию. Это прекрасное место. Я был здесь, когда мне было 26 лет. Сейчас мне уже 50. Думали вы о том, чтобы остаться жить в России? И если да, в каком городе вы бы хотели проживать? Мое любимое место в России – это Санкт-Петербург. Я люблю Санкт-Петербург. Какое ваше любимое русское блюдо? Конечно, русская еда для меня – это лучшая еда в мире. Я люблю солянку, борщ, барани. Я люблю грузинские страны. Я люблю грузинские страны. Хотели бы вы записать дуэт с русским исполнителем? Дуэт с Стасом Костюшкиным. Очень молодая девочка. У меня есть Недежда Кадышева, Снеглитит. И потом я имею в виду больше вещей с Недежда Кадышевым. И еще у меня будет событие с Надеждой Кадышевой. Но это секрет. Секрет. Вы прекрасно двигаетесь. Научите меня пару движениям. Ну, я танцую, потому что музыка заставляет меня танцевать. Когда я был молодым, я все время был танцором. А сейчас я старше, и поэтому танцую уже не так, как в тюрьме. И сейчас я более-менее, поэтому я не танцую так много. Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Я желаю всем хорошего дня. Никто не хочет плохих времен, поэтому и я здесь. Чтобы подарить вам веселье, приходите на мое шоу. Скажите, вот если бы у вас была возможность что-то изменить в жизни, что бы вы изменили? Ну, я бы раньше в Москву приехал, лет на 10. Скажите, а есть ли у вас кумир? Нет, кумира у меня нет. У меня есть люди, которые мне нравятся, на кого я равняюсь, но прямо вот такого, что имя-то слова кумира у меня нет. А скажите, пожалуйста, какой фильм, по вашему мнению, достоин внимания? Криминальное чтиво. Есть ли у вас исполнитель, с которым вы бы хотели выступить в дуэте? Ну, мы как-то вот в том году познакомились, встретились в Дубае с Мудгерштерном и решили сделать фит. Ну, сейчас он уехал, вот сейчас непонятная ситуация. Ну, сейчас, в принципе, такое время, что можно и на расстоянии, конечно, сделать что-нибудь. Есть ли у вас какое-то фирменное блюдо? Чебурек я очень люблю. Вы будете смеяться, но они мне прям просто безумно нравятся с самого детства. Что бы я изменила в своей жизни? Ничего. Знаете, сразу начинают мысли во все стороны прыгать. Начинаешь думать, вот это, вот это бы я, вот это изменила бы. Не знаю, я бы, наверное, ничего не изменила, потому что мне, в принципе, все нравится, что было, было очень. И есть интерес в моей жизни, много всего постоянно меняется, и это уроки определенные. Ну, наверное, я бы чаще встречалась бы со своими бабушками, дедушками, чаще бы общалась, чаще бы им звонила. А вот скажите, а как вы считаете, чему обязательно нужно научить своего ребенка? Конечно, надо научить ребенка доброте, справедливости, никогда не проходить мимо людей, которые нуждаются, чтобы или просят тебя о помощи. Нужно быть человечным человеком, вот так я считаю. Это была рубрика «Это интересно». С вами была я, Хамидова Елизавета. Увидимся в следующих выпусках. С вами была я, Хамидова Елизавета.